Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о 14-летней девочке, которая без ума влюбилась во взрослого мужика. Ник Элиот переезжает из Нью-Йорка в Ванкувер, где его ждёт новая работа в престижном журнале. По пути парень просматривает объявления в газете об аренде жилья. Увлёкшись, Ник чудом не сбивает Эдриан Форестер, выскочившую на роликовых коньках на дорогу. Оценив Ника, девушка уезжает, а парень подъезжает к дому богачей, у которых он собирается снимать флигель, увидев объявление в газете. На заднем дворе особняка Эдриан, которая является дочерью этих богачей. Она просит свою подружку Шайан сходить и проверить, что за мужик поселился в их доме, а она вызовет подмогу, если девушка не вернётся обратно. Войдя в комнату Ника, Шайан знакомится с парнем, который в это время занимается починкой раковины. Вернувшись к Эдриан, девушка признаётся, что парень хоть и староват для них, но очень даже привлекательный. Утром Ник отправляется на новое место работы в одном очень престижном журнале. Главный редактор даёт парню задание разнюхать хоть что-то по скандальному делу о растрате огромных бюджетных денег. В напарнике Нику достается Эми Мэдик, девушка с чудесным характером и очаровательной внешностью. Поздним вечером Ника, сидящего перед компьютером с сигарой в зубах, застаёт Эдриан. Парень рассказывает девушке о своей работе над делом Роберта Лавански, того самого мужчины, который обвиняется в растрате миллионов долларов. Заметив, как Эдриан берёт его сигару, Ник интересуется, правда ли ей 14. Во время приёма душа после утренней пробежки в комнату Ника снова приходит Эдриан. Девушка принесла подарок, после чего уговаривает Ника прийти в субботу на вечеринку к её родителям, так как мама девушки пригласила парня. Приехав на работу, Ник с удивлением обнаруживает, что его статья кем-то перепечатана. Но главный редактор решает пустить её в тираж и так, оставив без изменений, считая, что Ник отлично выполнил свою работу. Сидя дома, парень через окно замечает, что в дом Форестеров собираются гости по случаю вечеринки. Познакомившись с отцом девушки, Ник замечает Эдриан, играющую на рояле. Когда девушка выходит на балкон, парень отправляется за ней, узнав, что это именно она перепечатала его статью для журнала. Эдриан рассчитывала понравиться Нику, а после его слов, что она и так ему нравится, Эдриан предлагает прокатиться на его кабриолете, так как хочет показать ему кое-что. Приехав к маяку, девушка показывает Нику чудесный вид на город, открывающийся с этого места. Попросив прощения за статью, Эдриан начинает рассказывать, что у неё совсем нет друзей, кроме Шайен, так как все её считают странной. Ник принимается успокаивать девушку. Взяв его за руку, Эдриан начинает целовать парня. Остановив её, Ник отвозит девушку домой, где сам от волнения опрокидывает пару стопок. Сидя утром за компьютером, Ник замечает загорающую Эдриан, которая специально расположилась под окном комнаты парня. На вечеринку, устроенную парнем, является главный редактор, сообщая, что Роберт Лаванкис хочет встретиться с Ником, скорее всего из-за его статьи, которую написала Эдриан. На следующий день Ник отправляется в дом Форестеров, так как считает, что Эдриан украла из его комнаты его фотографию, на которую Эдриан обратила внимание в самый первый день, когда Ник сюда только приехал. Войдя в дом, парень зовёт Эдриан, но девушки как будто нет дома. Поднявшись в её комнату, Ник никого не обнаруживает. Услышав звук из ванной, парень замечает Эдриан через приоткрытую дверь. Понимая, что она идёт в комнату, Ник прячется в шкафу, наблюдая за тем, как девушка раздевается. Понимая, что за ней наблюдают из шкафа и за доносящегося оттуда шороха, Эдриан специально разворачивается, скинув с себя всю одежду, а затем, улыбнувшись, отправляется в ванную. Пока девушка занята, Ник спускается вниз, но в дверях сталкивается с отцом Эдриан. Элли от то ничего не остаётся, как соврать, что он заходил в их дом, чтобы отдать книгу Эдриан, которую брал у неё почитать. Клифф просит Ника помочь поднять коробки с вещами наверх, где парень с удивлением обнаруживает настоящую карусель, которую Клифф по частям перетащил сюда для девочки, когда Эдриан только родилась. Во время их диалога на чердаке появляется Эдриан. Ник сразу же собирается уходить, но останавливается, когда Клифф спрашивает у девушки, какую книгу она давала почитать Нику. Подыгрывая парню, девушка говорит название, после чего спрашивает у Ника, понравилась ли ему книга, намекая на то, что парень видел, прячась в шкафу. Спустя некоторое время, Ник замечает в окно Эдриан. Выйдя во двор, парень признаётся, что девушка ему очень нравится, но всего лишь как друг, и ничего большего между ними быть не может. На это Эдриан интересуется, а целовал он её на маяке тоже как друг, а подсматривал за ней из шкафа. Встретившись с Эмми, Ник показывает ей свой кабриолет, который он наконец-то доделал. Оба обнаруживают оскорбительную надпись в отношении Ника. Считая, что это сделала Эдриан, Ник отправляется к её родителям, рассказав им об этом. В это время девушка отправляется покататься на лошадях со своей подругой. На вопрос Клиффа, она ли исцарапала машину Ника, Эдриан отвечает, что у неё не было для этого никаких причин. Выйдя во двор, Ник принимается заклеивать надпись. Появляется Шайен, которая просит парня встретиться с ней вечером, чтобы поговорить об Эдриан, что сама девушка видит из окна своей комнаты. У подружек сейчас соревнования, но Шайен некогда готовить лошадь, поэтому Эдриан отправляет подругу, обещая подготовить скакуна, подстроив всё так, что во время выступления Шайен сваливается с лошади, получив травму. Придя в сад, где девушка назначила ему встречу, Ник встречает Эдриан, которая рассказывает о том, что случилось с её подругой, советуя Нику быть осторожней. В редакции, где Ник работает, оказалось, что на дискете, где должно быть интервью с Робертом Лавански, ничего нет. Элиот уверяет, что на его компьютере хранится много копий. Приехав домой, Ник обнаруживает, что на его компьютере вся информация насчёт Лавански стёрта. Позвонив Эмми, Ник просит девушку прикрыть его перед главным редактором. Положив трубку, парень обращает внимание на дискету, лежащую на полу. Под паласом потайной лаз, который ведёт в помещение, оборудованное Эдриан как ритуальный алтарь. Взбесившись, Ник заколачивает лаз, после чего принимается переписывать репортаж о Лавански. Быстро управившись со статьёй, Ник сдаёт работу, а затем отправляется к пожилой женщине, чтобы снять у неё комнату. Но сделать это можно будет только через неделю, так как ремонт в доме ещё не завершён. Ник возвращается в дом Форестеров, принимаясь собирать свои вещи. Туда же приезжает Эмми, приглашая Ника пойти с ней на благотворительный вечер на следующей неделе. Девушка признаётся, что ей будет не по себе видеть, если парень будет танцевать медленный танец с 14-летней девочкой, так как Ник ей нравится, после чего они начинают целоваться. Идя утром к своей машине, Эмми встречает Эдриан, которая интересуется, каково это – заниматься кексом с Ником. Не желая отвечать на вопросы девочки, Эмми уезжает домой. Во дворе у неё небольшая постройка, оборудованная под проявочную, куда девушка отправляется проявить фотографии. Закрыв её снаружи на замок, Эдриан впускает в постройку Рой Оз через вентиляцию, которые набрасываются на девушку, о чём сообщают Нику как раз в то время, когда Эдриан зашла пригласить его на конные соревнования. Выступая, Эдриан не видит среди зрителей Ника, поэтому отправляется на собрание журналистов, где на публике пытается поцеловать парня. Схватив девушку, Ник выводит её из зала. Считая её спятивший, парень отправляется к той старушке, у которой хотел снять комнату. Но бабка неожиданно произносит, что наркоманам жильё она не сдаёт. Эдриан, проследив за Ником, обманула старушку, что парень торгует наркотиками, чтобы та не сдавала ему комнату. Возвращаясь в дом Форестеров, Ник встречает полицейских, которые арестовывают парня за домогательство к несовершеннолетней. В полицейском участке Эдриан рассказывает выдуманную историю о том, как Ник её изнасиловал. Во время допроса парень узнаёт, что экспертиза показала следы семенной жидкости в организме Эдриан. Благодаря главному редактору и его адвокату, Ник оказывается на свободе, рассказывая Майклу, что следы семенной жидкости, скорее всего, взялись из презерватива после ночи с Эмми, который Эдриан вытащила из мусорки. Вернувшись в дом Форестеров, которые в данный момент уехали, Ник принимается собирать свои вещи. К нему в комнату поднимается Шайен, рассказывая о дневнике, который ведёт Эдриан. В нём должны быть доказательства того, что нападение ос на Эмми – дело рук девочки. Ник обещает рассказать о дневнике адвокатам, после чего Шайен уходит. Зная, где лежит ключ от входной двери, Шайен проникает в дом Форестеров. Ник, продолжая собирать вещи, слышит музыку, которую играла Эдриан на рояле на вечеринке родителей. Забежав в дом, считая, что Шайен грозит опасность, Ник слышит звонок телефона в комнате Эдриан. Поднявшись, парень встречает девушку. Игнорируя Эдриан, Ник отправляется искать Шайен, но Эдриан набрасывается на него, из-за чего парень сваливается со второго этажа. Намереваясь покончить с Ником, Эдриан замахивается для удара, но её останавливает свет от фар машины Клиффа. Очнувшись, Ник поднимается на чердак в поисках Шайен, где она ходит девушку, привязанную к карусели. Пока парень пытается её развязать, на него набрасывается Эдриан. Ник прижимает Эдриан к полу, но на него набрасывается подоспевший Клифф. Спасая своего возлюбленного, Эдриан вырубает своего отца. На поднявшегося Ника с криком несётся девушка. Выхватив палку из её рук, одним ударом Элиот отправляет девушку в мир грёз. Спустя несколько дней нам показывают Эдриан, которая содержится в клинике для людей с расстройством психики. Девушка пишет очередное письмо Нику Элиоту. Лечащий врач считает, что прогресс налицо, но нужно время, чтобы и остальные это осознали. В это же время Ника будет Эмми. В руках девушки пачка писем, и все они от Эдриан. Сама же девушка тем временем, находясь в своей палате, любуется фотографией своего лечащего врача. На этом фильм заканчивается. Спасибо тебе за просмотр и до встречи на канале!